Торжественная церемония открытия краевого месячника обороны массовой и военно-патриотической работы собрала в Большом Зале Центра Культуры Родина сразу несколько поколений. Своими воспоминаниями делятся блокадники Ленинграда, участники войны, ветераны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Рядом с ними учителя и наставники, которые пришли с казачатами из анапских школ, курсантами и юными кадетами. Я учусь в Бериньковском казачьем кадетском корпусе имени Сотника Михаила Яковлевича Чайки. Мой кадетский корпус занимается образованием допризывной молодежи Краснодарского края по казачьей направленности. Живем в казармах и домой выезжаем только в увольнение. В период месячника на территории муниципального образования пройдут десятки тематических мероприятий. Честование ветеранов, тематические экскурсии, уроки мужества для школьников никто не забыт, ничто не забыто. Дорогие ветераны, разрешите мне от имени главы муниципального образования города Курорта Анапы Юрия Федоровича Полякова поприветствовать вас на церемонии открытия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в городе воинской славе, в городе-курорте Анапы. Месячник традиционно будет проводиться во всех образовательных организациях, в школах, в детских садах, в учреждениях культуры. Каждый анапчанин, я думаю, не останется в стороне от мероприятий месячника. Комплекс тематических мероприятий в городе воинской славы не должен заканчиваться 23 февраля. Работа по патриотическому воспитанию молодежи должна идти круглый год. Сегодня нужна нам память, чтобы не забывали о тех героях, которые сложили головы в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на северном Кавказе. Нам нужна память, чтобы мы никогда не забыли. И если мы будем помнить об этих датах, мы не позволим, чтобы наша Родина была в опасности. В фойе расположилась экспозиция находок времен Первой и Второй. В этом котелке не только находки тех времен, тут даже крупица земли, по которой ходили наши именитые предки. В руках у меня ППШ, пистолет, пулемет, шпагина. Очень такая надежная была вещь. Мы очень любили наши бойцы и называли между собой Фреза Сталина. Завершили торжественную церемонию концерта. Песню о Ленинграде исполнил блокадник Александр Орлов. Перед собравшимися выступили ветераны ВДВ, группы «Перевал». А затем своим творчеством порадовал народный казачий хор Анапы. Анна Жокова, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.